Как принять ислам? Вопрос. Легко ли принять ислам? Да, для этого не нужны никакие посредники или ритуалы. Стоит ли мне спешить с принятием ислама или стоит дождаться подходящего времени или подождать, пока решатся некоторые мои проблемы? Необходимо проявить инициативу, потому что отсрочка с принятием ислама может привести к плачевным последствиям. Вы можете умереть в любой момент, а принятие ислама – это прибыльное дело, и чем раньше начнете эту торговлю, тем больше будет ваша прибыль. Что делать тому, кто хочет принять ислам? Ему достаточно произнести два свидетельства. Свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. На каком языке нужно произнести свидетельство? Свидетельство можно произнести на любом языке, которым вы хорошо владеете, и не обязательно говорить это по-арабски. Произносит ли он это свидетельство, если не понимает смысла? Нет, вначале необходимо понять ее смысл, уверовать в то, что оно содержит, и поступать в соответствии с ним. Что означают слова «я свидетельствую»? Это значит «я признаю и исповедую сердцем, говорю языком и действую в соответствии с этим». Что значит «нет истинного божества, кроме Аллаха»? Это означает «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Что означает фраза «Мухаммад его раб и посланник»? Это означает, что он раб, которому не поклоняются, и посланник, слова которого не отвергают. Из этого свидетельства следует необходимость уверовать в то, о чем он сообщил, повиноваться ему в том, что он приказал, и воздержаться от того, что он запрещал, и от чего предостерегал. Исследовать его сунни, взяв его примером для себя. Что мне делать дальше, после того, как это осознал? «Повторяйте за мной. Свидетельствую, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник». «Ашхаду ан ла иляха илла Аллаху, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». «Я теперь мусульманин? Да, и хвала Аллаху. Это милость, проявленная к вам Аллахом. Что вы посоветуете мне теперь, как мусульманину? Я советую вам обращаться к Аллаху с мольбами, чтобы он укрепил вас на его религии. Также вам необходимо выбрать хороших товарищей, которые помогут вам в этом. Затем вам надо изучать ислам и стараться по мере возможности воплощать его в жизнь. Какая мольба является самой лучшей? Ответ. Веди нас прямым путем и гди нас суропаль мустяким. Сура аль-Фатиха. Какое из поминаний Аллаха, викр, является самым легким? Самый легкий викр – это бисмиллях, который произносится при входе и выходе из мечети и дома, при чтении Корана, перед входом в ванную, перед снятием одежды, перед совершением омовения, перед едой и питьем и т.д. Каково положение грехов, которые я совершил до принятия ислама? Ислам стирает грехи, которые были до этого, за исключением прав людей, которые были нарушены и должны быть восполнены. Что мне делать после того, как я произнес свидетельство? Желательно совершить полное омовение, гусль, т.е. искупаться. Зачем нужно купаться? Ислам призывает как к очищению души, так и к очищению тела. Хорошо, как именно нужно купаться? Вначале намереваетесь сердцем взять полное ритуальное омовение, гусль, говорите бисмиллях, затем моете все тело и полоскаете рот и нос. Что потом после омовения? Когда наступают времена обязательных молитв, вы совершаете молитву с позволения Аллаха. Мне будет трудно совершать молитву, так как она содержит слова и действия, которые я еще не освоил. Ислам – это религия легкая, а не религия затруднений. Поэтому вся хвала и милости принадлежат Аллаху. Он не возлагает на душу того, что ей не по силам. Делайте то, что можете и стремитесь довести до совершенства ваше поклонение. Как мне совершать обязательную пятикратную молитву? Вы будете молиться вместе со мной, посмотрев видео, в которых есть обучение молитве на разных языках. Вы найдете это на каналах Институт Сунны по ссылкам, указанным в конце этого послания. А что после молитвы? Вы должны изучить пять столпов ислама, на которых он построен, затем столпы веры и т.д. Это все нужно для того, чтобы довести до полноты и совершенства все ваш ислам и иман. То есть внешнее исследование и внутреннее соответствие. Какие сайты вы посоветуете мне, чтобы изучить ислам? Советую вам зайти на сайты больших ученых ислама и Сунны в сообщество в Королевстве Саудовская Аравия. Как мне вести себя с родственниками немусульманами? Вы обращаетесь с ними так же, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, обращался к немусульманам. Он был призывающим к исламу своим языком, своей нравственностью и своими поступками. Есть те, кто хочет принять ислам, но не хочет оповещать об этом свою семью. Что делать в таком случае? Тот, кто принимает ислам, не обязан сообщать кому-либо о своем принятии ислама, поскольку это находится между ним и Аллахом. Какая лучшая книга в исламе? Лучшая книга – священный Коран, так как это слова Всевышнего Аллаха. Какая самая важная сура в священном Коране? Самая важная сура – аль-Фатиха. И именно поэтому мы читаем ее в каждом ракате молитвы. Какой аят в священном Коране является самым великим? Величайший аят Корана – аят Аль-Курси, аят Трона. Как я могу читать Коран? Изучая Коран и слушая правильность чтения, как, например, Шейха Хузейфа, Аль-Хусари и других чтецов Корана. Как мне понять Коран? Понять можно посредством чтения книг по толкованию, тафсир, написанных известными учеными. Где я могу найти тафсир Корана? Советую вам посетить комплекс печати Корана в городе Медина. Что вы посоветуете мне прочитать после Корана? Советую вам прочесть достоверные хадисы Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Какая книга по хадисам лучшая? Самая лучшая и самая правильная книга хадисов – это Сахих Аль-Бухари, относительно чего единогласна исламская община, и она утверждена великими учеными. Советую вам посмотреть ссылку для скачивания книги в конце этого послания. Какой хадис в Сунне Пророка, мир ему и благословение Аллаха является самым важным? Самым важным из них является хадис Джибрииля, мир ему, в котором содержится объяснение трех столпов религии – ислам, иман и хсан. Что если у меня есть страх того, что я не смогу изучить ислам? Не бойтесь, всегда уповайте на Аллаха, и он поможет вам во всех ваших трудностях, ведь в основе религия легкая. Прошу Аллаха, чтобы он даровал вам успех в том, что он любит, и в том, чем он доволен. Вы можете учиться у нас бесплатно онлайн в нашем институте Сунна по ссылке в конце послания. И в заключение слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стремись к тому, что принесет тебе пользу, проси помощи у Аллаха и не проявляй слабости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok